С 10 января изменилось расписание авиарейсов по направлениям Иваново-Москва-Иваново-Иваново-Санкт-Петербург-Иваново. Первый в этом году рейс из северной столицы приземлился в Иванове в 12.05 во вторник. А уже в 12.55 этот же лайнер поднимется в небо, чтобы доставить пассажиров в Москву. Самолеты в Москву и Питер будут отправляться по вторникам и субботам. Составленное расписание действительно до 25 марта. Данное расписание более удобное для пассажиров. Хотелось бы обратить внимание, что с февраля месяца у нас будет дополнительный рейс на Питер. То есть у нас будет 3 рейса в неделю на Питер. А количество рейсов на Москву останется прежним. Напомним, этой зимой появилась возможность полететь из Иваново в Сочи. Первые прямые рейсы были совершены 7 января. Аэропорт обслужил 107 пассажиров. Наш город приезжает даже жители соседних регионов, чтобы с комфортом добраться до курорта. Продажи билетов открыты на январь и февраль. Процентов 40 билетов уже выкуплено на каждый рейс. Средняя стоимость билетов около 5000 рублей. То есть туда-обратно можно улететь за 10 тысяч. Люди звонят, спрашивают, интересуются. Очень много вопросов. Очень нравится всем норма багажа бесплатная провоза. Потому что практически по каждому тарифу включено еще и лыжное снаряжение. Вдобавок к обычному, вместо провоза багажа еще проводят бесплатные лыжи. Желающих побывать в горах и на море оказалось много. Это и понятно. Стоимость вполне демократичная. К тому же получается гораздо быстрее. Отличная альтернатива любым видам транспорта. Самолет быстро и приемлемо по цене. Москва в районе 3000 рублей. Санкт-Петербург где-то 4, наверное. Около 4-4,5. Примерно через неделю откроется продажа билетов на мартовские рейсы из Иваново в Сочи и обратно. А уже в феврале можно будет приобрести билеты на летние рейсы по направлениям Симферополь и Сочи. Кроме того, ведется поиск перевозчика для полетов в Анапу. Исторически так сложилось, что жители Ивановской области часто посещали еще и в советские времена Анапу и были рейсы из Ивановского аэропорта. И до сих пор достаточно поступает много звонков именно по направлению Анапа. Также губернатор Ивановской области Павел Алексеевич дал поручение по поводу прорабатывания данного направления на 2017 год. В прошлом году услугами воздушной гавани воспользовались 18 тысяч человек. Это немного меньше, чем год назад. В аэропорту надеются, что количество пассажиров вырастет, так как на 2017 год запланировано большее число рейсов и направлений. Кроме того, руководство воздушной гавани предпринимает новые попытки договориться с авиаперевозчиками, осуществляющими транзитные рейсы в Казань. Любовь Почерникова, Андрей Семеновков, РТВ Иваново.